Меня зовут Якубов Алишер, я уже 15 лет в игровой индустрии, и я попал сюда очень необычно. Просто я смотрю, молодые ребята, я тоже когда-то был там, свалим. И как-то летом просто сидел, играл, тогда еще были Алоды, по-моему, или Проклятые земли от Невала игра. И у меня родители такие ходили туда-обратно, папа подходит и говорит, что ты вот все время в игры играешь, на играх деньги не заработать. Прошло 15 лет, я исполнительный продюсер уже двух компаний, одна из них публичная шведская G5 Entertainment AB, я из нее, ну, как бы оттуда ушел год назад. У меня были в оперировании, в разработке проекты, которые достигали топ-гроссинга в Штатах, по-моему, 14 место. Ну, где-то в 20-ке оно точно там тусовалось. В общем, это довольно дохрена денег, вот, поэтому я записываю свои достижения и, как бы, ну, мне кажется, я что-то в играх все-таки понимаю за это время. Так как я работал в больших компаниях, как бы, обычно проблемы закрывались баблом. Ну, то есть, там, есть проблема, закидаем ее баблом, нет проблемы. И это несколько развращает. Ну, то есть, я постоянно тусуюсь с ребятами, которые там инди разрабатывают, там, еще что-то. Вот, и забавным был случай, когда на одной из конференций вышел парень из Невала, я сейчас не помню даже, как его зовут, вот, и к нему был вопрос, а как вы решили в Unity вот такую проблему? Он такой, да мы просто выписали Unity к себе в офис. И, как бы, они сидели и прям с исходниками, прям при нас все правили. Вот, как бы, кейс, конечно, очень интересный для Невала, но, как бы, для молодых разработчиков, которые, условно, пришли туда почитать, но они не могут никогда в жизни такого сделать. К ним Unity никогда не приедет и не будет решать их проблему. Вот, поэтому у инди разработчиков появляется совершенно другой пласт проблем, которые они как-то решают, и было интересно в этом покопаться. То есть, я всю жизнь был с той стороны, где много денег. Интересно было попасть в ту сторону, где, ну, как бы, денег нет, и как-то нужно дальше двигаться. Поэтому мы с моим коллегой, другом начали изучать всякие движки, которые есть на рынке, Unity, Unreal, и вот принципиально с минимумом бабла, насколько вот мы можем, стали сделать разные проекты. Собственно, вот презентация – это результат вот этих вот наших действий, которые я, по большому счету, просто записывал как кейсы. Ну, мы там хаки какие-нибудь находили, где взять модели, где взять звук, где взять арт, где, там, может быть, сэкономить время, не пилить и вместо этого побыстрее выкатить игру, выложить ее куда-нибудь на стор, еще что-то. Вот, поэтому я их здесь немножечко собрал. Собственно, с чего начать? Вот вы, например, хотите попасть в игровую индустрию, да, и не знаете, что делать. Я вам сейчас расскажу. Значит, все, когда я эту презентацию отдавал на ревью ребятам, кто-то мне, ну, один из ревьюеров сказал то, что почему у тебя здесь нету первого пункта – иметь идею проекта. Ну, как бы вроде логично, да, но ты не можешь сделать игру, если у тебя нет идей. Так вот, нет, идея не нужна. Это все, как бы, придет со временем. Идей на самом деле обычно во время разработки их настолько до хрена, настолько, что вы просто будете не знать, куда от них деться. Поэтому здесь самое главное даже не искать идею. Здесь главное начать, там это все будет. Вот, это не проблема. Собственно, с чего начинать, если вы вот прям вот совсем нуля? Для начала вам нужно выбрать движок, над которым вы будете работать, ну, как минимум изучать, потому что, ну, каждый движок – это все равно инструментарий, который, там, имеет свойства. Ну, то есть вы в Word первый раз открыли, тоже не очень, наверное, понимали, как им пользоваться. Поэтому нужно познакомиться, нужно выбрать, познакомиться с каким-то определенным движком. Дальше будет обзор этих движков. После этого, когда вы выбрали движок, проще всего начать работать над уже каким-то существующим проектом, да, там, выгрузить исходники, поковыряться, попробовать здесь подтюнить, там подтюнуть и быстро получить результат. Это важно, потому что, когда вы быстро получаете результат, вы находитесь в состоянии, ну, подъема духа. Ничего себе я сделал. Ты еще это можешь на телефончик загрузить, прийти к своим другам, нам такой, эй, гляньте. Вот, поэтому это очень важно. Нужно начинать не со своего проекта. Со своего проекта, если начинать, вы закопаетесь, это будет на полгода, ничего не получится, расстроитесь, уйдете. Короче, не рекомендую. На основе имеющегося проекта сделать что-то свое. Это, ну, опять же, попробовать там в чужом проекте что-то видоизменить так, как вы бы хотели, чтобы оно работало. Дальше уже можно начинать работать над своим прототипом, потому что, ну, по большому счету, вы уже более-менее узнали, что произошло, ну, познакомились с инструментом, узнали, как им пользоваться, более-менее понимаете, что он может, что он не может, что вы можете. Вот. И после этого можно начинать делать что-то свое. Скорее всего, к этому времени вы уже обсмотрите большое количество проектов, у вас появятся новые идеи, с которыми вы сможете, ну, как бы продолжать делать свое. Важно, после того, как вы сделали свое, получить обратную связь на него обязательно, ни в коем случае не храните его в долгом ящике. Ни в коем случае. Обязательно найдите кого-нибудь, кому вы можете это показать. Мама, личный вариант, семья, друзья, кто угодно, профессиональные разработчики, неважно. Главное, чтобы вы получили обратную связь на то, что вы сделали. Это важно по нескольким причинам. Причина номер один. Если вам кажется, что вы придумали гениальную штуку, но вы думаете, что это гениальная штука, ну, только вы думаете, что это гениальная штука, то она не гениальная. Как бы, сорян, вот такие дела. Если вы придумали что-то гениальное, вы это показали, и с другой стороны человек получил, ну, как бы дал вам обратную связь, что, блин, это круто, давай выпускать, смотри, я тут с друзьями играю уже там три дня, «А, это так здорово», то это полезная обратная связь, на основе которой вы сможете, как бы, ну, хотя бы для себя определить, да, вы собираетесь дальше с этим проектом что-то делать, или вы просто поэкспериментировали и как бы поучились. Это тоже нормально. Вот, ничего страшного. После этого уже, как бы, на основе обратной связи думать, что делать дальше. Так, движок. Я выбрал здесь четыре движка, ну, потому что больше это, ну, просто тяжело, столько обсматривать и давать на них фидбэк. Так, лично я пользовался Unity, Unreal, дефолт у меня на очереди, геймейкер, я прям очень от него страдаю, он всегда сложный, даже на этапе визуализации. Но это, на самом деле, мои предпочтения, да, возможно, кому-то геймейкер нравится, это холивар, о котором, ну, я сейчас не готов спорить. Собственно, разница между движками, по какому принципу выбирать? Каждый движок умеет что-то свое, условно, вот там, дефолт геймейкер умеет только 2D, Unity, Unreal, Unity умеет, 2D, Unreal заявил, что умеет, но там такой 2D, как бы, в общем, непонятно еще. Поэтому, если вы собираетесь делать 2D игрушку, то, скорее всего, Unreal для вас будет не очень полезный, условно, если сравнивать, да, вот на Unity пустой проект собрать, просто запустить, на мобилке весит 30 мегабайт, на Unity, просто пустой проект собрать, запустить, весит 300 мегабайт. Вот, поэтому для 2D проекта это, ну, как бы, слишком дофига. Платформы. Каждый из этих движков заявляет, что они делают на все платформы. По сути, плюс-минус где-то это правда. Дефолт не умеет консоли. Дефолт, если кто не знает, это движок, который выпустил King. Это ребята сделали Candy Crush Saga. Собственно, они, по-моему, Candy Crush даже сделали на этом движке. Он очень закрытый. Там сейчас пока еще не очень много документации, но я в них верю, потому что у них довольно неплохая команда, и, как бы, может быть, у них что-то получится. Почему я здесь выписывал платформы? Как бы, у некоторых разработчиков, особенно молодых, есть желание поработать на консолях, потому что, ну, как бы, обычно ты там сидишь и играешь во что-нибудь, в Assassin's Creed, и ты такой думаешь, я сейчас из-под джойстик что-нибудь сделаю такое классное. На самом деле это очень сложно. Я бы не рекомендовал первый проект делать на консолях. Там столько проблем. Во-первых, начиная от того, что вам понадобится в итоге DevKit, ну, как бы, вы, скорее всего, даже этот порог не перейдете. Просто тут уже там нужно много бабла. Поэтому я рекомендую мобилы. Но для мобилы можно выбрать в целом любой из них. Дальше язык программирования. Это не такая штука, как, я не знаю, ассемблер, который вот прям суперсложный. Вам не нужно знать теорию Тьюринга или там еще какие-то хитрожопые… Еще какие-то сложные варианты. На Unity достаточно базовых знаний, которые давали в школе по программированию, и у них очень много обучалок. Прям очень много обучалок. Они качественные. Там есть классные проекты, в которых можно поковыряться. И даже базовых школьных знаний в целом достаточно для того, чтобы на Unity собрать вообще хоть что-нибудь. То есть это не так, что вы, даже если никогда с программированием не сталкивались, что вы, значит, запустите, и потом полгода будете учить язык программирования. Нет, там все просто. Плагины. Плагины – хорошая штука. Я ее отдельно вынес, потому что плагины обычно позволяют, ну, когда у тебя есть движок, позволяют что-то не делать. Ну, например, ты собрался делать у себя в игре инвентарь, есть плагин, который сразу инвентарь, ты не делаешь лишнего. У тебя сразу есть инвентарь. Отличная штука, крайне рекомендую. У Unity плагинов дофига. У Unreal их не очень много. У них вообще с AssetStore посложнее все. Но у Unreal есть другой плюс – это визуальное программирование. Плюс, не плюс, не знаю, кому как. Те, кто умеют программировать, привык программировать и достаточно быстро печатает, визуальное программирование в самом начале, оно прям такое. Ну, то есть ты вроде собираешься написать цикл, что-нибудь, if, а тебе вместо того, чтобы набрать две буковки, надо где-то найти вот эту штуку, вытащить ее на экран, потом провязать связи, там еще что-то. Ну, в общем, если с программированием никогда не связывался, отлично, все визуализировано, ты все видишь, что у тебя происходит, какие циклы, связи, все здорово. На этапе отладки вообще сказка. Они прям визуализируют, какие у тебя, ну, то есть какой именно цикл сейчас запущен, прям вот на всей схеме. Прям супер. Но, к сожалению, pipeline Unreal построен таким образом, что он подходит для больших компаний, для больших проектов. Ну, то есть какой-нибудь Unreal Tournament, ну, что-нибудь такое. Потому что я не готовил примеры, поэтому сейчас из головы первый попавшийся взял. Да, про язык я еще не закончил. Собственно, у Unity простой C-Sharp, который можно достаточно быстро изучить. У Unreal визуальное программирование, которое тоже более-менее простое. Но есть еще и требования там по C++ иногда приходится дописывать. Вот там уже прям проблемы начинаются. Ну, то есть C++ он посложнее, чем C-Sharp и все остальное. У Default Lua суперпростой скрипт, скриптовый язык, прям его достаточно быстро научить. Он используется во многих и движках игровых, и как бы, ну, много где, в общем. У геймейкера своя штука, очень похожа на Lua, но мне она не очень нравится за счет того, что как бы это свой язык. Условно, ты его выучил, но дальше он тебе, кроме как геймейкера, нигде не нужен. Ну, то есть ты даже не можешь это себе как-то записать в портфолио или еще куда-то. Ну, такая как бы тоже странная хрень. И цена, на основе которой геймейкер опять же выделился. Ну, то есть если у всех там ноль плюс какие-то условия, у геймейкера, чтобы забилдить на мобилы, тебе нужно от 300 долларов. То есть ноль – это только на PC и какая-то очень корявая сборка, там еще что-то. Все остальные спокойно билдятся на PC, если вы как бы не, ну, не ставите своей целью зарабатывать проект, вообще для вас это за ноль, вы просто качаете, просто пользуетесь, как бы напарьтесь. После того, как вы выбрали свой движок, вам нужен какой-то готовый проект, на котором можно поработать. Здесь, собственно, выписаны разделы, в которых можно эти готовые проекты найти. У Unity этих готовых проектов прям реально дофига, и там есть классные вещи. Там есть, например, отдельные движки для матч-3, которые уже, ну, практически сходу позволяют тебе делать уровни, там, менять какие-то настройки, буквально небольшое изменение скрипта, переделывают игру полностью. В общем, прям есть где поковыряться. Эти проекты можно найти как на AssetStory, так и на всяческие, ну, просто погуглив немножечко. Вот, например, ресурс Unity Ninja, они там, ну, это форум, они там на форуме выкладывают свои проекты. У Unreal тоже есть такие проекты, но они в основном находятся в разделе обучалок. и еще… А, не, не, вру. У них со старта, у Unreal очень круто, ты можешь сходу выбрать свой, например, ну, как это называется, жанр, в котором ты собираешься работать. Вот. И этих жанров там дофига, и ты когда фактически говоришь, я хочу жанр, там, сайдскроллер, у тебя сразу есть уже собранный уровень, уже с бегающим чувачком, который там с настроенной камерой и контролами влево-вправо бегает, все, что тебе нужно, просто начать творить. Но, к сожалению, для этого нужна большая команда. У Defold, к сожалению, не очень много сейчас проектов, на которых можно реально посидеть, поковыряться, потому что, ну, как бы, система закрыта, они только недавно анонсировались. Они вроде что-то выкладывали, но, если честно, очень невнятное, я так и не разобрался. И, возможно, если кому-то будет интересно в этом поковыряться, и он найдет интересные проекты для тренировки, будет здорово, если вы мне их пришлете. У GameMaker тоже есть несколько ресурсов, на которых можно скачать и поковыряться в исходниках проектов. YoYo Games Marketplace – это, собственно, Marketplace самого GameMaker. Humble Bundle Store – это просто отдельный store, на котором периодически продаются игры с исходниками на GameMaker. Не знаю, почему так, но как бы, почему-то только на GameMaker. то есть Unity проектов с исходниками там не найдешь. Несколько примеров таких вот проектов, которые можно найти на store. Это, например, на Unity Store есть Card Collector's Starter Kit, который фактически позволяет тебе сходу заделать карточную игру, которую ты хочешь, там со своим балансом, еще что, минимум программирования, картинки накидал, уже можно играть. Плюс она поддерживает и мультиплеер, насколько я помню, и AI, и как бы, ну там прям вот все упаковано. Сиди, играйся. Тоже на Unity, просто эти примеры, они как бы наиболее распространены среди Индии, поэтому их проще всего делать, я их сюда задолкал. У них есть 2D, 2,5D платформер, который тоже, ну, условно, сходу ты можешь там начать пилить. У Unreal, как я и говорил, со старта довольно большое количество жанров, которые ты можешь выбрать. Собственно, я их перечислю. Это летающие, 2D сайдскроллеры, о которых мы не говорили, шутак, роллинг, игры на физике, типа, с катающимся шариком, который могут что-то сделать. Это 2,5D сайдскроллеры, ну, то есть, 3D персонажи, 3D пространство, что-то, что-то типа, трайна, наверное, ну, ближе всего к этому пойдет. Пазлы, гонки, хрень, какая-то, всякие там, виды от третьего лица, от второго. Вот это, если непонятно, это, значит, как они называли, advanced racing, то есть, с какой-то суперфизикой, с трениями, фигениями, еще чем-то. Ну, в общем, они там навернули, как обычно. Опять же, есть с чем поковыряться. Примеры дефолда, их не очень много, опять же, как я говорил, у дефолда сейчас только на стадии развития. К сожалению, те скриншоты, которые я нашел у них на сайте, больше я проектов не нашел, поэтому я решил поставить их сюда. Я хотел кандикраш здесь фотографировать, но я думаю, вы его все видели. У гейммейкера игры всегда получаются вот такие. То есть, красивее игр на гейммейкере я не видел. Опять же, это причина к холивару, может быть, там художники не очень, или там смешная третья опция, но как бы царь, он получается вот так вот. У них тоже есть вот там проект с сайт-скроллерами, с там летающей хрени какой-то, ну, короче, матчер, в общем, довольно дофига всего, кто тоже есть, где поковыряться. Интересно. Дальше, например, вот вы собрались делать, вот вы поковырялись, там в чужом проекте, что-то более-менее научились, появились новые идеи, вы решили что-то делать свое. Обычно для своего нужно много чего, там арт, звук, анимации, 3D-модели, еще куча всего. то есть постоянно есть нехватка ассетов. Если ты делаешь игру один, и у тебя нет штата художника, в котором ты можешь отгрузить задачу, сказать, мне нужно 250 иконок завтра, я пойду поем, то как бы с этим тяжело. Где брать ассеты? Вот, собственно, список основных ассетов, которые мы нашли, ну, когда делали свои проекты ассет-сторов. Очень рекомендую начинать всегда с Unity Asset Store, даже если вы собираетесь сделать проект на каком-то другом движке, а просто за счет того, что там прям реально очень много контента. То есть фактически 2D-ассет, это по сути картинка. Ну, то есть неважно, где ты ее возьмешь. Ты можешь ее взять и там из Unity Asset Store, пойти на гейммейкере, что-то там дособрать, поэтому как бы без проблем. Вроде по 2D все. Мы в основном работали с 3D, потому что, ну как, 2D всегда сложно. К сожалению, как-то так получается, что 2D всегда сложно. Ну, то есть особенно, если ты сам не рисуешь. Или там, ну, у тебя нет людей, которые рисуют. Ну, потому что ты такой вроде нашел классную картинку, попячил ее к себе, а она там в другой цветности или в другом стиле, или еще что-то. И ты пытаешься вот эту вот всю мешанину как-то собрать так, чтобы это выглядело как единое целое. Ни хрена не получается. В итоге мы, ну, как бы, перешли на 3D, потому что с ним тупо проще, но как бы у тебя есть модель, у тебя есть текстура и общее освещение. Если текстура примерно в одном стиле, смотреться все будет довольно целостно. Больше того, с 3D намного проще работать со всякими анимациями, с... Совсем. Попробуйте. Если у вас будет альтернативное мнение, я буду рад его выслышать, но в любом случае. Значит, для своего, для 3D, опять же, ассет стори и Unity, и Unreal, но на Unreal немножечко... Unreal ассет стори он вообще немножечко поменьше, и у него все подороже. Сильно. То есть, если на Unity стори есть один и тот же ассет, на Unity и на Unreal стори есть один и тот же ассет, на Unity он чуть-чуть качеством поменьше, ну, по части графики. То есть, там, текстура поменьше. Не такая классная, как на маркетплейсе Unreal. А цена, например, там 10 долларов вместо 60, как на Unreal. Точно такой же ассет. Вообще один в один. Если полезете смотреть, я уверен, вы его найдете. Значит, у 3D есть еще куча прикольных хаков. Например, ну, вот маркетплейсами штука не заканчивается. Мы придумали, нам нужно было очень большое количество мелких 3D объектов, типа там, вазы, фруктов, еще чего-то. Вот. Мы в итоге взяли скетчап, это гугловый инструмент, который такой очень простое 3D редактирование. Типа 3D Max и Майи, только прям супер просто. Paint для 3D. Вот. И у него есть тоже свой store, который несколько скрит, но там очень много моделей. Просто со всего мира у них большая база, прям газелин, все что угодно. и филевая башня есть, яблоки, 2000 разных экземпляров. Оттуда можно эти модели выкачивать, потом закачивать в Unity готовую модель. Тоже очень удобно использовать для всякой мелкой фигни. И последнее я хочу выделить Mixamo. Это тоже такой недохак, который мы нашли. с 3D моделями обычно требуется анимации. Ну то есть если вы видели, они всегда либо стоят вот так, что для игры как бы не очень красиво. Нужно, чтобы какое-то шевеление происходило. Если шевеления нет, то все. Довольно скучно. Вот. Mixamo это онлайн сервис, который вгружает в себя 3D модельку, умеет ее авторигать и автоанимировать. Причем бесплатно. Поэтому очень круто. рекомендую. Анимации прям огонь. Что? Он не совсем бесплатный. Там есть бесплатные анимации, там есть платные анимации. Соответственно, ты просто выбирай бесплатные анимации. Будет тебе бесплатно. Да. Музыка, звуки. Тоже в целом не проблема. Опять же, начинайте со setstore. Там обычно все есть. Но если вам нужно что-то особенное, есть огромное количество, ну вот все, что мне нужно было, я обычно находил на Pond5. У них прям там и музыка, и звуки, и отдельные, там какие-то sci-fi звуки, вообще все, что угодно можно найти. Ну прям очень круто. Единственное, что он платный. Стоит не очень дорого. Каждый звук обычно там один-два доллара. Как бы в целом немного, но если хотите что-то бесплатного, попробуйте остальные, там как бы и бесплатные звуки есть в том числе. Вот. В любом случае качественно. Дальше. Дальше после того, как вы собственно собрались сделать что-то свое, вам важно ограничиться определенным количеством функционала. вы никогда в жизни не сделаете GTA 5 просто с нуля. Никогда в жизни. Все, что вам нужно с самого начала это выбрать какой-то основной игровой процесс, который вы условно сможете кому-то показать, продемонстрировать тот геймплей, который вы придумали на небольшом количестве контента. То есть один, два, три уровня желательно, вообще в идеале один. Если не сможете в один уместиться, тогда два. Если в два не сможете уместиться, то три. Если в три, то тогда думайте еще как сделать в один. прототип должен быть быстрый, это очень важно. Он должен показать геймплей максимально быстро. В идеале человек, который условно в Unity уже разбирается более-менее, прототип может собрать за дня два. Вот настолько это быстро и просто. Естественно, он будет кривой, косой, у него там будут какие-то плейсхолдерные анимации, еще чего-то, но это будет играбельная версия, которую можно уже оценить хоть как-то. Важно сконцентрироваться на том, что на самом деле важно для того, чтобы ваш прототип был демонстрабельным. Не делать ничего лишнего, никакой лишней функциональности, только минимум необходимый для того, чтобы показать, попробовать, получить результат. По максимуму старайтесь использовать готовое, как я уже говорил, вам в помощь всякие плагины. На самом деле вы даже не представляете, насколько там много всего, поэтому, наверное, прежде чем вообще садиться делать прототип, просто слазите по setstorm, если вы особенно возьмете Unity, посмотрите, какие там вообще есть плагины, потому что тогда вы потом сможете хотя бы понимать, что вы сможете использовать, что нет, потому что из головы вы, если будете придумывать, а, наверное, есть такой плагин, во-первых, вы, скорее всего, ошибетесь, и его нету, а тот плагин, который вы могли бы использовать, он есть, а вы, например, про него не знали, поэтому обязательно посмотрите, что там есть. Опять же, после того, как вы доделали прототип, важно получить на нее обратную связь, важно показывать ее людям. После этого вы можете начать думать, что же делать дальше. Вот у вас есть прототип, вы получили какую-то обратную связь, если обратная связь вас удовлетворила, вам понравилась, и вы считаете, что имеет смысл дальше этот проект куда-то двигать, разрабатывать, возможно, выпустить на стор, возможно, там, поискать единомышленников, доделать его до конца, или, я не знаю, прийти с ним к паблишеру, почему нет, такое тоже бывает, то вы можете, например, найти своих единомышленников на всяких разных конференциях, на сходках, акатонах, геймджемах, куча такого происходит в Москве, я, к сожалению, не знаю, какие проходят в Йошкар-але, я потому что тут вообще первый раз, так, собственно, на всяких геймджемах есть еще один очень классный хак, можно на все эти конференции попасть бесплатно, как это сделать? Достаточно договориться с организаторами о волонтерстве, это абсолютно нормально, очень много рук требуется для того, чтобы вообще конференцию организовать, поэтому вы с одной стороны сможете и помочь в организации, это достаточно простая работа, с другой стороны вы будете участвовать внутри, сможете познакомиться с людьми, найти, возможно, таких же, как вы, инди-разработчиков, или найти себе работу в профессиональной команде. вот, ну, в общем, это полезная штука, обязательно воспользуйтесь, если вы хотите дальше продолжить работать в игровой индустрии. Часть работ можно отдать на аутсорс, аутсорс это когда делаете не вы, а другой человек за деньги. Мне кто-то сказал, что может быть люди не понимают, что такое термин аутсорс. Таких людей проще всего найти на самом деле на сайте фриланс.ру, ну, как вот самый такой простой вариант, чуть-чуть посложнее, но поинтереснее это там, опять же, на всяких конференциях и катонах очень много инди-разработчиков постоянно участвует. Точно так же, если вы, например, там, ваш прототип не понравился или вы не хотите его дальше развивать, вы можете просто приехать термином волонтером или там участником на всякие катоны и найти, может быть, присоединиться к другой команде. То есть очень много людей, у которых есть идеи, и они постоянно ищут себе единомышленников. если вы не хотите вступать как условно глава проекта и дальше рассказывать остальным или вы не верите, не чувствуете всей силы с прототипом привлекать к нему людей, то вы можете присоединиться к другим. Это тоже здорово, это тоже опыт, это в любом случае полезно. Опять же, почему именно в такой последовательности я это все сделал? Потому что наличие прототипа позволяет вам намного проще найти себе единомышленников. Одно дело, когда ты приходишь к человеку и говоришь, у меня есть классная идея, давай со мной. У него, например, мы будем стрелять птицами в свиней. Чувак такой, что-то не, я пойду поделаю свой матч-3. Когда у вас есть прототип, вы можете наглядно показать, что на самом деле птицами в свиней стрелять вообще довольно весело. Поэтому намного проще найти себе единомышленников, намного проще объяснить концепцию своей идеи, когда она есть на руках. Больше того, вы еще научитесь доводить до результата, не останавливаться на полу действия. Прототип это тоже хороший результат. Результат в играх это не обязательно прям выпуск и много денег. Ничего страшного, для начала прототип тоже огонь. Ну и последний вариант это всегда попасть в команду профессионалов. Это все равно все предыдущие шаги, даже если вы собираетесь попасть в команду профессионалов, тоже важны, потому что я как человек, который работал на большую и крупную компанию, знаю, что очень часто в больших компаниях люди начинают скатываться на типа я геймдизайнер, я эту штуку делать не буду, я художник, эту штуку делать не буду, это типа не по моей части, идите к программистам. В инди-командах все совершенно наоборот, один человек делает очень много разных вещей, он может быть и программистом, и художником, и геймдизайнером, и музыкантом. И это на самом деле здорово, и подход крупных компаний к тому, ну прям к четкому разделению обязанностей, иногда оборачивается боком, потому что в инди-командах все намного проще, ты пришел, у тебя не то, что ты пришел сюда не за зарплату, ты пришел сюда вообще дело делать, игру сделать в инди-команде. Поэтому все делают все, и проблемы решаются быстрее, задачи решаются быстрее, результат получается быстрее. На самом деле, я не знаю, в курсе вы или нет, но крупные компании сейчас вообще, я знаю уже как минимум четыре, которые смотрят именно в то, чтобы развернуть свою корпоративную культуру с вот этих вот сейчас мы все сделаем по процессам до сейчас мы будем работать как инди-команда небольшой тусовкой, но при этом с большим количеством денег. Просто потому, что так проблемы решаются быстрее и как бы задачи. Например, Supercell так работает, если что. Я, наверное, закончил. У меня было еще пару баек, которые я забыл по пути, но, возможно, когда я их вспомню, я их вам расскажу. Давай, давай, давай. Ты меня шарашил. Ладно. Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beach, Hay Day, Supercell. Supercell. Эти игры последние три года находятся в топе самых зарабатываемых игр планеты. Вот так вот. Я скажу пафоснее. Планеты. Hay Day – это ферма, Clash of Clans – это… Я перестал тебя понимать. Давай, вопрос есть? Я понял, благодарю. Пожалуйста. А, сейчас, извините. Ты еще не закончил? Вопрос. Среди движков кокос не прозвучал. Что еще раз? Среди движков не прозвучал кокос. Среди движков не прозвучал кокос, потому что, на мой взгляд, он достаточно тяжел с точки зрения инди-разработчика, ну, по интерфейсам, по environment, который он предоставляет для того, чтобы с нуля сделать проект. Этот проект, он скорее… кокос, он скорее для… Во всяком случае, как мы его использовали, он подходил, когда у тебя есть там PC-проект, и ты должен его на мобилы выкатить. Соответственно, проще всего использовать, особенно если… проще всего использовать что-то промежуточное, как… Короче, я закопался. В общем, там мало инструментария для того, чтобы сделать проект с нуля. И второй вопрос. Тут еще много движков не указано. Их на самом деле есть много классных, просто базовые. Я так понял, что процесс разработки был ориентирован на инди, да? А инди используют физические прототипы или нет? Что значит физический прототип? Ну, не программный физический прототип. Игры? Настольная игра. А, настольная игра? Физический прототип есть такой процесс в больших командах в разработке. Элемент процесса. Я знаю нескольких ребят, которые делают, например, карточную коллекционную игру. Это может считаться физическим прототипом? Физические прототипы для шутеров, для чего угодно. В любом случае. Ну, для любого жанра игры физический прототип можно сделать. А, вы имеете в виду, что, например, я делаю автомат Калашникова в своей игре, и мне нужны изменения и сделать его… Зачем? Или как? Ну, не программинная. Игра в игру, не на программном уровне, а так вот вживую. А, я понял. Это, если вы сможете собрать прототип, не пис… не написав ни единой строчки кода, это прям чемпионский заплыв. Это очень круто. Это очень круто. И как бы есть действительно команды, я только знаю не игровые, я еще во фри стартаперов курирую. Есть команды стартаперов, которые, не написав ни строчки кода, умудрились подтвердить или опровергнуть какие-то свои гипотезы по основному бизнесу. И это прям очень здорово. Если вы придумаете, как сделать так, чтобы не писать ничего и сделать прототип на живую физически, обычно это получается намного быстрее. и как бы сразу можно, смотря какой проект, конечно, но на карточках в любом случае быстрее, чем так в живую. Какой следующий вопрос? У тебя хотел? Да? Еще вопросы? Можете рассказать про самые успешные проекты, в которых вы принимали участие? Да, могу. Я делал игру Secret Society. Это hidden object game на мобилах. Делал я ее с командой разработчиков в Якутске. Да, очень классные ребята. Я их обожаю. И этот проект достиг как раз вот топ-14 гроссинг в Штатах, в пике, оверл. Один из них. Соответственно, другие проекты, над которыми я работаю, я работал над фермами, я работал над сетибилдерами, над сюжетной, как ее назвать? Такое, казуальное, не ДРПГ сюжетное. Адвиншура, спасибо. Я не выспался. Я рикюлю меня. Вот. Как бы, есть проекты, которые, естественно, не удались, это нормально, нет к этому никаких каких-то притязаний. Другие проекты были более успешные, достигли вот самое высокое это секрет со сайти в гроссинге, чуть поменьше был там тоже в гроссингах стратегических проектов в Штатах, там еще какой-то. Ну, в общем, типа, если ты про деньги, то деньги были. Алишер, такой вопрос. А вот вся презентация была завязана на то, что ты что-то делал. Это был конкретный проект какой-то, ты можешь его описать? Мы делали, на самом деле, довольно дофига всего. Мы вообще профессиональные писатели игр в стол. Вот, поэтому как бы, ну, что-то вышло на стор, что-то не вышло на стор, поэтому из того, что вышло на стор, там было три проекта. Самый прикольный из них для меня, во всяком случае, как кейс, это когда 5 января уже, как бы, пить надоело, праздники все еще не заканчиваются. Я звоню коллеге, говорю, типа, чувак, что делаешь? Он говорит, я устал, давай, что не делать? Говорю, давай. И мы за три дня запилили матч-3, естественно, используя там по максимуму вообще все, что можно было сделать, выпустили на двух платформах за три дня. То есть у нас до этого ничего не было, мы такие, давай что-нибудь делать, три дня, выход на сторону. А результаты? Результаты. Ничего не показало, полный трэш. За три дня, мне кажется, это круто в любом случае. Кликер? А, да, да, мы еще сделали на Unity, проскакивали игры, когда ты должен, cookie-кликер, помните, когда ты должен на печеньку нажимать постоянно-постоянно, что-то ты там фармил, еще что-то. Мы сделали такой же кликер про Diamond, успели поругаться с Кингом, потому что мы выпустили, еще одна байка, потому что мы выпустили проект, у которого название было от проекта Кинга, который они еще не выпустили, но уже успели зарегистрировать. То есть мы это выложили на стори, такие, ну типа, ну все, мы свое дело сделали, развернулись, пошли делать, ну как бы, свои рабочие дела. Через несколько, через неделю к нам приходит от Apple письмо, типа, ребята, кажется, вы используете чужой трейдмарк, давайте-ка вы его перестанете использовать, или мы вас снимем со стори. Мы такие, ничего не знаем, типа, чей трейдмарк, давайте его сюда, сейчас будем разговаривать. Приходит Кинг. Вот наш проект, наше название, вот смотрите, у нас трейдмарк. Ну в общем, нам пришлось поменять, но тем не менее. Было довольно забавно. Еще вопросы? А вот хотел спросить, а прототип, вот какой-нибудь 2D экшен-изометрии, с помощью чего лучше всего сделать, проще всего? 2D экшен-изометрия? Да, да, но если там посложнее, чтобы с механикой можно было замутить. Попробуй Unity. Ты что знаешь? Давай по-другому. Ты какой-нибудь движок знаешь? Unity есть, но надо там учиться программировать. Ты где был? Я вот только что пришел. Потом посмотришь видео, я все это рассказывал. Хорошо, благодарю. Да, да. Отдай микрофон кому-нибудь. Уже. Здравствуйте. Может быть поделитесь опытом поиска издателя, общения с издателем, чего избегать? Да я работал в издательстве. Что, конечно, поделюсь. говно вопрос. Смотри, искать издателя бесполезно, если у тебя вообще ничего на руках нет. Если у тебя нет прототипа, который ты готов показать, на который ты готов опять же получить обратную связь. Сейчас, подождите, я где-нибудь. Я каждый раз, когда про обратную связь писал, ставил три воспитательных знака. Ничего не работает. Кликер сломался. А, стой. Вот. К издателю имеет смысл идти, когда у тебя есть прототипы, и имеет смысл идти к более-менее профильному издателю, который, ну, то есть, условно, если у тебя, если ты делаешь там гоночки, то проще всего идти к Creative Mobile, потому что у них куча гоночек и как бы соответствующего трафика, который тебе может быть полезен. Если ты делаешь что-то казуальное там для домохозяек, например, то вряд ли ты делаешь для домохозяек. В смысле, это уже какой-то коммерческий должен быть поворот головы для того, чтобы молодые разработчики хотели делать игры для домохозяек. Что ты мне рассказываешь? Я там был. Я не хотел их делать. Вот. Соответственно, как находить издателя? Очень просто. У издателя обычно есть какой-то имейл, который торчит наружу, в который можно присылать заявки с проектами, которые обычно издатели смотрят. Но мы, во всяком случае, смотрели, когда в издательстве работали. Этого достаточно для того, чтобы познакомиться с издателем. В целом, тет-а-тет, встречаться имеет смысл только когда вы уже какие-то договоренности достигли. Ну, то, что типа нам да, нам нравится, давай мы с тобой пообщаемся и вообще на тебя посмотрим, кто такой. Встречаться проще всего на конференциях обычно издателей, ну, там, от издателей кто-то там едет из бездева. Просто находить тоже можно на конференциях, опять же, волонтером или инди-будку можно себе организовать. Это тоже вроде как не очень дорого стоит, если договориться. Бесплатно, бесплатно. Инди-будка бесплатно. Вот. Все, что ты? Я ответил на вопросы? Да, отлично. Еще вопросы? Здравствуйте. Учитывая, что у вас так много успешных проектов, наверное, в обратной связи у вас с ней нет проблем. Скажите, пожалуйста, у вас бывало такое, что, допустим, у коллег, у профессионалов в индустрии отзывы о игре замечательные, но у игроков ну, не пошла она, что-то там не такое. И наоборот, то есть вроде все-таки… Все игры, все игры. Всегда? Все игры. Все-всегда. А вы пытались выяснить, это, допустим, дело в самом продукте или маркетинг подкачал, что-то такое? О, ты затронул очень-очень тяжелый пласт. Давай я отвечу сначала на первый вопрос. Да, всегда такая хрень происходит. Как бы ни в коем случае… Ну, как это? Вообще, если по науке, то фидбэк надо брать не у тех людей, которые тебя знают, потому что они априори ну, не скажут тебе, ты сделал говно. Вот ты сделал говно. Я пошел. Они тебе такого не скажут никогда. Они будут стараться тебя как-то подбодрить, что-то сказать, что да-да-да, классно-классно. Сами такие. Поэтому лучше всего брать обратную связь у совершенно незнакомых людей и причем желательно какими-то невербальными связями. То есть условно, если человек поиграл 30 секунд, сказал «А, классно!» и отдал, ну, скорее всего, что-то не так. Если же он взял игру и ушел, просадил батарейку, сидя в нее играя, то значит, наверное, что-то так. Если ты будешь основываться исключительно на вербальном фидбэке, то ты очень много шума будешь получать себе в уши, которые на самом деле по большому счету опираться ты не можешь. Поэтому в идеале просто находить кого-нибудь незнакомого в школе, в универе, откуда-то типа «На, поиграй!» «Эй, ты, иди сюда!» «На, играй!» Вот. Вторая часть вопроса еще была, да? Да. Было ли это как-то связано либо с какими-то проблемами в самом продукте, или это недочеты маркетинга, или что-то такое? Проблем может быть настолько 100 500 миллионов, что нужно смотреть в каждом конкретном случае свое. То есть у некоторых игр проблема, например, с анбордингом. Когда игрок открывает игру первый раз, пытается понять вообще, что за фигня произошла, да? Ну типа, что он скачал, как в это играть, и не понимает, как в это играть. В большинстве случаев отваливаются где-то процентов 60 игроков именно там. Ну, легко. Бывают альтернативные проблемы, да? Когда вроде как анбординг нормально, все нормально, игра интересная, но там аудитория вот такая. И как бы, ну ты маркетинговые усилия как не раздувай, но там аудитория вот такая, и ты просто не соберешь больше 10 человек. Вот только 10 человеком в мире это интересно, и все. Такая штука тоже бывает. Бывает там, ну опять же, их просто настолько много, что нужно в каждом конкретном случае смотреть. Да.